друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antilife меня зовут александр приехал к нам интересный смартфон называется эта модель vk world vk 6050 6050 это и название и реальная емкость аккумулятора этого смартфона модель в принципе интересно в первую очередь аккумулятором дизайн ну и в принципе нужно разобраться что там внутри по техническим характеристикам по техническим характеристикам все основное написано вот здесь можете посмотреть сделать стоп покладка комплектации есть вот такой вот силиконовый бампер стандартный зарядка зарядка кстати вот такая вот огромная 2 амперная usb кабель и гарнитура сам смартфон имеет как по мне интересный внешний вид опять же использована вот та технология как в элефонах что вроде бы внешне у него рамок нет он очень прикольно смотрится но когда мы его включаем у нас 3 миллиметровые такие рамочки сверху снизу по бокам все это есть присутствует плюс прикольно реализована вот это вот верхняя часть и нижняя часть сверху у нас разговорный динамик датчик приближение освещения индикатор пропущенных звонков и 5 мегапиксельная фронтальная камера снизу у нас три сенсорных кнопки меню домой назад которые не подсвечиваются а вот таким вот светленьким выгравированы сверху разъем под наушники и микро usb разъем с этой грани у нас качелька громкости вверх вниз плюс кнопка включения выключения снизу нас микрофон с этой грани нет ничего но и сзади смартфон имеет вот такую вот матовую крышку название vk world 13 мегапиксельная камера вспышка по качеству сборки можно сказать что в принципе собран смартфон неплохо но само качество вот этих вот материалов конечно оставляет желать лучшего хотелось бы получше качество у нас внутри огромнейший аккумулятор на 6050 миллиампер поддерживает эта модель две сим карты карточку памяти поддерживает две симки работают в стандарте 2g 3g 4g lte то есть с этим никаких проблем нет на задней крышке вот такие две сеточки на самом деле у нас динамик довольно таки большой находится вот здесь эта модель принципе конечно же за такие деньги как он продается купить его можно в районе 4000 гривен в китае он стоит что-то там 130 140 долларов естественно здесь не будет выдающихся технических характеристик и наверное давайте начнем именно с этого посмотрим на программу antutu набирает он всего лишь каких ним каких-то несчастных 20000 баллов но это очень слабенький результат скажем так но тем не менее здесь процессор нового поколения 64-битная платформа mtk 6735 называется vk world vk 6050 5.1 android здесь mtk 67 35 процессор мали т720 hd разрешение экрана 13 камера 1 гигабайт оперативной памяти 16 гигов встроенной установлена у меня карточка памяти и разочарование частота работы этого процессора составляет всего лишь 1 гигагерц здесь 4 ядра по 1 гигагерц мультитай здесь 5 точечный больше он не поддерживает из функций которые есть в этом смартфоне это вай фай акселерометр gps поддерживает эта модель а т.г. разъем вот в принципе и все экран здесь не супер высокого качества по углам обзора можно будет увидеть что ну во первых вот так вот картинка наверное не очень хорошо видно не знаю как вам это продемонстрировать в общем по диагонали картинка во первых может уходить немножко в негатив во вторых картинка может менять свою цветовую гамму то есть вот так вот у нас вроде бы красный здесь он уже такой желтоватый превращается по диагонали вот так вот в негатив уходит и вот так вот ну в общем экран не самого лучшего качества сказать о том что здесь по гс технология то в принципе можно изображение на поверхности воздушные прослойки здесь нет прошивка 51 android сразу же с завода ничего никто не обновлял ничего никто не трогал в принципе полноценный русский язык прошивки присутствуют есть функция разблокировки очень быстрой там двойным тапом и так далее нареканий с этой стороны нет смартфон ну как бы тут стандартно все на английском языке это во всех смартфонах принципе эта фишка так реализована стандартный 51 android со всеми фишками функциями виджетами и так далее на звук звук смартфона внешний динамик громкий но опять же среднее качество он громкий но он посчитывает на максимальных наушниках звук тоже довольно таки громкий басов бы хотелось бы побольше а так тоже нормально производительность но с производительностью все печально на самом деле это не та модель на которой вы сможете запускать любые современные игрушки и юзать их играться в них без каких-либо проблем нет так не получится не знаю почему производитель сэкономил да и вообще пару слов про производителя производитель это такой можно сказать даже ноунейм на коробке красиво есть даже вот такие вот логотип щеки как у сяоми якобы супер мега оригинальный пока world этот не знаю почему нужно было хотя бы устанавливать хотя бы четырех ядерный 67 32 процессоры то было бы куда лучше ну давайте продемонстрирую но у меня стоит стоит максимальная графика ну посмотрите как он играет на этой на этих максимальных настройках но опять же говорю что это смартфон не для но это не игровой смартфон грубо говоря в принципе в игрушке можно будет играть на низких на средних настройках и вот так вот так вот таким вот образом пользоваться этим гаджетом по дизайну мне если честно нравится он такой приятно такой широкий смартфон интересный дизайн у него если бы этих рамочек не было было бы вообще опасно ну а так немножко хуже но тем не менее вот игра в общем немножко снизить графику и можно будет играться довольно таки нормально другие игры показывать не буду тупил у меня купил у меня нова 3 на максимальных настройках ну в общем не игровая это модель что касается тестов которые я проводил со смартфоном над смартфоном это gps gps ловит нормально глонас поддержки тут нет спутники ловят смартфон нормально ну и теперь тесты мои аккумулятора тут тестер у меня показал довольно таки хороший результат это 10 тысяч семьсот семьдесят пять баллов напоминаю здесь встроенный аккумулятор на 6050 миллиампер часов аккумулятор встроенный в режиме воспроизведения получается epic citadel это в режиме игры грубо говоря он продержался в районе 6 часов в режиме воспроизведения видео продержался в районе 8 часов то есть это реально крутой автономный смартфон по автономности можно эту модель сравнить да и не только по автономности принципе по цене тоже можно сравнить с течел 5000 tesla но давайте об этом уже в самом конце скажу по поводу памяти здесь 16 гиг встроенной памяти в принципе достаточно но она поделена вот 387 и 848 все остальное занято системой и игры устанавливается вот сюда на 848 карта памяти которая у меня установлена на 16 гигабайт она здесь просто как карта памяти можно туда записывать музыку фильмы допустим ну и какие-то файлы обычные с картой памяти смартфон не работает но в принципе это нормально для любого смартфона у которого своей 16 гигов с накопительной памяти это стандартная ситуация для смартфонов с таким количеством памяти камера здесь заявлена на 13 мегапикселей основная на 5 мегапикселей фронтальная видео записывается в формате hd full hd он не записывает про качество могу сказать следующее качество среднего уровня я сделал фотографии закину вам вы сможете это все посмотреть макро съемку он делает довольно таки хорошо а вот на дальняк качество получается средненьким я это все закину вы сможете посмотреть видео не знаю может быть тоже в этом видео может быть рядышком как обычно по камере довольно таки средние цвета не такие как на самом деле есть но в общем это бюджетный вариант ну в принципе можно подводить итог модель vk world vk 6050 это автономный смартфон в первую очередь задел производитель делал на это это модель ноунейм я посмотрел специально допустим самое банальное если разбить этот смартфон и заменить на него экран то запчастей я пока что не нашел это относительно новая модель по дизайну мне он нравится интересный вариант он довольно таки широкий такие прикольные серенькие рамочки но сгущает впечатление вот это вот рамка сверху снизу справа слева сравнить с этим смартфоном можно например течел 5000 тесла который примерно в продаже будет стоить тех же денег в районе 4000 гривен у него 5000 аккумулятор но цифры я специально заглядывал в свои сохраненные скриншоты цифры антуту тестера у него были буквально плюс-минус там 50 баллов то есть 10700 или 800 примерно то есть по насти они плюс-минус одинаковые там у нас 8 ядерный процессор 32 битный здесь 64 битный но 4 ядерный и со слабенькой частотой плане камеры я думаю они плюс-минус идентичные ну и в плане дизайна все-таки мне эта модель нравится больше но те чел есть и чел и качество и надежность и наличие прошивок и наличие запчастей там конечно же лучше однако здесь опять же у нас идет 5.1 android завода там таких прошивок не будет потому что там это не предусмотрено на уровне даже железа поэтому я считаю что модель достойная модель интересная с интересным дизайном с классным аккумулятором но со всеми остальными средненькими показателями стабильно он работает никаких у меня проблем не было ни с сетью не с вайфаем не с зарядками не с работоспособностью его не с перегревами ничего нет сейчас лето ничего не перегревалась то есть смартфон надежный хорошо работа принципе все как всегда загину фотографии видео вам в описании к видео заходим к нам в группу заходим к нам в интернет магазин antilive.com.ua и покупаем vk6050 спасибо за внимание всего доброго вам